2 февраля вокалистка Ивановского музыкального театра Ольга Наянова отмечает день рождения. Ее любовь к театру началась с самого раннего детства, когда мама и папа привели пятилетнюю Олю на спектакль «Самая красивая». Как занавеса открыли, как вот он, ну просто вот я вот растворилась в этом во всем. Так я для себя решила, что буду я артисткой. Очень любила выступать в детстве, как родственники к нам приходили, друзья. Я всегда выступала, танцевала танец «Умирающего лебедя». В общем, к трагическому жанру меня влекло с маловерства. Строгие родители не отпустили дочь поступать в московский театральный вуз, и Ольга начала учиться в Ивановском музучилище. Так совершенно неожиданно для себя она стала вокалисткой, хотя мечтала быть драматической актрисой. У нее есть хорошее драматическое начало. Она очень хорошо читает, что, в общем-то, дано не всем вокалистам чисто, потому что у нее же образование чисто вокальное, будем говорить так. И это ей дает возможность расширить ее рамки в театре. И вот отмечались, особенно в последнее время, когда она стала играть так настоящие характерные роли. Это ярко, это заметно, а она сама от этого получает удовольствие. Но если актер получает удовольствие, то получает удовольствие и зритель. Сейчас Ольга Наянова – ведущая солистка, мастер сцены. А в далеком, в 1984-м, Ольга начинала творческий путь в Ивановском театре как артистка хора. И только потом, закончив Нижегородскую консерваторию, стала выступать сольно. Лирическая женщина, она любит пострадать, любит так подумать, головку опустив, про любовь любит петь. Ну, женщина, женщина. И такие у нее и героини. Она не стесняется быть некрасивой или какой-нибудь там неизящной. Для артистки театра оперета это качество такое свеженькое, я бы сказала. С момента первого выхода на сцену в качестве солистки Муз-театра прошло почти 20 лет. Ольга проявила себя как человек разноплановый и очень активный. Ей доставались и скромные эпизоды, и ведущие партии. И то, и другое она играла с большой отдачей. Это была и Сильва, эталонная роль для каждой певицы. Это была и Морица, весь классический репертуар, который шел в театре, практически она была занята. Сейчас она не менее достойно выступает в характерных ролях. Это роли второго плана. Коллеги признаются, работать с Ольгой Наяновой приятно и легко. Она не отказывается от предложенных ролей, пусть даже самых маленьких. Ей всегда хочется работать. Пожелать юбилей можно только того, чтобы как можно дольше она оставалась на сцене, как можно дольше она радовала нас своими работами, своим творчеством, как можно дольше оставалась любимой публикой. Концертмейстер Марина Веселова знакома с актрисой очень давно. Говорит, что с Ольгой они одинаково чувствуют музыку, одинаково дышат. Ольга сочиняет хорошие сценарии для музыкальных вечеров, придумает творческие программы, а Марина Веселова помогает воплотить задуманное в жизнь. Это, безусловно, человек театра. И она сама составляет эти программы, очень интересные. Это всегда очень хороший литературный сценарий. Всегда это очень кстати подобранные стихи. Очень артистическое исполнение. По сути дела спектакль, моноспектакль, театр одного актера на сцене. Я очень люблю ее. Мне нравится с ней работать. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. Программу для предстоящего бенефиса Ольга Наянова тоже придумала сама. 14 февраля, в День всех влюбленных, в Ивановском музыкальном театре состоится моноспектакль «С любимыми не расставайтесь». Это не абстрактная программа о любви, а история о живущих на этой земле людях, любящих друг друга, мужчине и женщине. Спектакль рассказывает о том, как они познакомились, как полюбили и сохранили трепетные чувства, невзирая на обстоятельства. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Спасибо.